Уже третий, по-моему, стоп-стар для второй карты финала Пока идет реклама Ну вот, наконец-таки, наконец-таки нам показывают сцену Ребята, зал ликует, ура, EG против NoTightHunter Наконец-то, они собирают вторую карту Но халява шведам, они сидят, у них там полночь Кстати говоря, насколько мне известно, бары в Швеции закрываются очень рано Поэтому продолжить этот банкет у ребят вряд ли где-то получится Если у них с собой какой-то жидкости нету, скажем так, заранее купленной Помню, как-то наши тоже ездили на DreamHack Потом жаловались, что они пришли в бар, заказали бутылочку или кружечку пивка И их потом через 15 минут просто поперли с бара, потому что бар закрывался И ребята там негодовали очень долгое время Так, ну, стоп-старт провели Вроде бы все нормально работает Выходит какая-то женщина Сейчас она будет тут вещать просто Глаголить поистине Ну давай, расскажи нам Ну, это было настолько просто, что я даже переводить не буду Представляют комментаторов, как вы понимаете, Тоби-Ван и Годз Выходят на свои места, вот эти вот два паренька Добрый день, вы получили это привилегие смотреть прогрессионы ДОТА-турнамена В прошлом с вчера и сегодня, правильно? Так что я хочу узнать, что мы не потерялись Что вы не потерялись? Вы не потерялись на прекрасных групп-стейдж-мачах Мы видели великие плей-офф-мачах Мы видели много фарминга Но мы также видели много ганки, убивки и тимпартинга Это всегда что люди любят ДОТА-турнам Но Тоби, как всегда, заводят толпу Ну, Тоби-Ван сказал, что на этом турнире Они увидели много разных стилей Увидели, как фармили, увидели, как гангали В принципе, все было неплохо Годз сказал, что эти команды выбили Ну, в принципе, я это уже говорил перед началом этой трансляции То, что Ниджи выбили команду Na'Vi в четвертьфинале Ноу Тайтхантер выиграли Тим Эмпайр В полуфинале И вот сейчас представляют команду No Titehunter Выходят ребята Под песню Blur Всем известную А, так там еще и Джи вышли О как Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось сегодня? Мы включили Кизлз и Блак Для Лода и Анти И как это работает для тебя? Это работало очень хорошо Мы были практической больше Потому что у них есть пол-time schedule А Кизлз у них есть школы Ну, это было хорошо Увидели все, что они дадут на cause Как они являются на «Evil Geniuses» Когда вы встречали эти команды, вы были проблемы Как вы думаете, что вы делаете сегодня? Мы уже уже 1-0 в финале Правда история Как 2-0-свейт Я не знаю, я думаю, что эти ребята хотят увидеть много ДОТА Также Вы сможете дать это? Я имею в виду, если они успели победить нас Ну, мы увидим Друзья, пожалуйста, шейканье Спортсмэншип Спасибо большое Давайте дать это за эти команды еще раз Так, все, ладно, не кричи, не кричи, все Только не надо кричать Эмм Спасибо большое Состава Сказал, что ну попробуйте нас выиграть Типа что-то того В общем, накал страстей просто на пределе Так, и в лобби ДОТА Пока что я ничего не вижу Надо будет написать Годзу Пусть там где-то на заднем фоне Балаболят Комментаторы Мне это как-то нравится Где же, где же Бэтс Дружище Вот ты где Сэнд мэсэдж Погнали, братиш Спрашиваю я У него Так Ладно, ответит Вот Появилась уже Игра Поэтому Самое время Закрыть Наших Друзей Тоби Вана и Годзе И переключиться непосредственно в лобби Только немножко Я еще скайп поднастрою Потому что Бэтс сейчас Должен мне в скором времени ответить Но он мне что-то не отвечает Так Напишешь Я позвоню Тебе А вот Что-то пишет Бэтс Сейчас мы с ним соединимся Я уберу Заставочку Просто Чтобы это в записи Выглядело более Менее красиво Звоню Так Говорит, что здесь Ну ладно Раз здесь Тогда звоним Чего еще можно сказать Там пока все равно Дота прогружается Ничего интересного Там не происходит Так 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 Вот Какой ты громкий Привет 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 Как дела Как настроение Нормально Все понятно. В общем, друзья, с нами в эфире Бэтс. Он будет мне помогать комментировать сейчас финал DreamHack. Это будет вторая карта. Кстати, ты зашел в игру-то в саму? Да, сейчас захожу. У меня просто... Вечер, друзья, кстати. Кому не спится. У меня просто там черный экран. Такое порой происходит, поэтому я через диспетчер задач доту закрываю и перезахожу стим и обратно врываюсь. Начало, конечно, убийственное. Организация просто потрясает. Да, это жесть. Не говори, не говори. Ну, вообще, в целом, я не знаю, смотрел ли ты этот турнир с самого начала или нет, но в целом организация была довольно неплохая. Вот на протяжении групповой стадии, на протяжении четырех финалов, полуфиналов все проходило, на мой взгляд, более-менее неплохо. То есть, вообще, видали и хуже организации. Но вот что-то к финалу Эльмия и Дримхак немножечко подкачали. Честно говоря. Я смотрел за турниром. Ну, так. Но по сравнению с ЕСВЦ тем же уже что-то получше. Ну, ЕСВЦ это вообще без комментариев, конечно. Ладно. У меня только что вот загружается дота после того крэша, который с ней случился, когда я пытался загрузить этот матч. У нас, по идее, должно быть одинаковое время, да? То есть, одинаковый дилей. Ну, и наконец-таки можно убрать уже эту картиночку, которая так мозолит глаза зрителям. Сейчас только Xplit свернется, такое вот белое окно появится ненадолго. Окей. Так. Вот. Все. Прогрузились. Слушай, блин, ты не представляешь, как я счастлив. Я тоже не, наверное, счастлив. Наконец-таки. После того, как увидел парня с грудью второго размера. Ну, слава богу, люди, которые смотрят эту запись, то есть, вот я обращаюсь к тебе сейчас, юный зритель, ты не видел всего того ужаса, который происходил здесь примерно с 2 часов 30 минут до 3 часов, и тебе лучше этого не видеть. Даже не пытайся найти это. Если что, мы тебя с Бэтсом предупреждали. Да, Бэтс? Да. И Джи банят. Кого банят? Я уже... Мне настолько не варят башказм, что мне даже немножко, честно говоря, тяжело соображать, что здесь происходит. БХ и Undying мы видим у ИДжи, а No Tide Hunter Виспай и Бэтрайдера банят. Ну, чем ответит ИДжи? ИДжи любят играть с Веном. Как ты думаешь, будет ли это первый пик Свена, как ИДжи сделали против No Tide Hunter, по-моему, в самой первой игре? Или же это бы... Опа, даже вот так вот, смотри, Магнуса забирают. Ну да, полюбили они Магнуса. Ну, вообще, такие сейчас герои какие-то стали непонятные в ЦМе, я имею в виду, после каких-то извращенствов. Ну, зато вот, видишь... НТХ забирают, да, Свена у нас? Ну, просто Магнус там пофиксили ему скивер, что там рейндж огромный, поэтому вот, видимо, из-за этого и стали его пикать. Конечно, вроде не так круто, как кажется, но на самом деле это ощутимо. Так как, блин, кантимага там на последнем уровне, так у него сейчас третий скивер. Только он еще всех стягивает и ультует, но смотри... Ну да, третий скивер. Каких хороших героев вообще No Tide Hunter урывали? Ну, они вообще молодцы в последнее время. Сейчас еще если не забанят друид, то могут и взять его. Ну, что-то уже так перестали играть ими с друидом, я заметил. И банить его перестали против них так в самом начале. Обычно просто первый-вторый бан это друид, чтобы бульдог на нем не играл. Ну, Дарксиры здесь, кстати говоря, могут взять в центр, если ИДжи сейчас пикнут в темпларку, согласись? Вот. Может такое произойти. Ну, тогда вот у No Tide Hunter может быть Лоун Друид. Адмирал Бульдог будет им играть, и в Илджениус берут Энигму. И будет ли это Тайдхантер? Нет. Берут Вингу. Слушай, мне это напоминает какие-то старые бородатые времена второй доты, когда брали. Помнишь, Энигму и Вингу для того, чтобы нечем было контрить. Ну, да, да, выслакивали и все. Да, 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 вот как раз-таки для этого. Возможно, это Войда просто будет, чтобы, если что, спасать его. Там, в сценарии уже пробовали с Вингой играть, когда они отлетели от ЕГ. Там тоже брали Вингу и Войда от Свена, чтобы, ну, в плане спасать. Ну, что-то Свена вообще стали пикать, я прям офигеваю. Ну, просто такой герой, по сути, как бы, он никчемный, когда у него нет рульты и предметов, он же просто никчемный. Ну, как тут сказать? Ну, Станы есть у пацана, Варкрай есть, Армора прибавляет, Мувспида прибавляет, чё ж, никчемный. Вроде нормальный. Без рульты он как бы слабый, без предметов. Ты имеешь в виду, что, как Кэри герой, ну, как Кэри герой и Войд тоже слабый с щитом бомжа и ПТ-шкой, он тоже там ничего не сделает. Так, если судить. просто Войда может прошарить, да, а Свена как бы его уничтожит просто без рульты той же. Войда это там две пассивки, которые работают независимо от того, что КД на них или нет. А вот у Свена вот этого всего нет. Прожал по-разному и как бы... Ну, просто он хороший сейчас. Он подходит под стили обоих команд вот. Ну, всех вообще, что сейчас играет. что, ну, Тэдхантер, что ЕГЭ. Вообще, любой герой хороший. спорная, конечно, спорная, конечно. Ситуация со Свеном, ну, ладно. Да и Магнус хороший, да, по сути, если ему там криты собрать, он тоже будет как бы жесткое лицо разбивать. ЭГЭ. я говорю, серьезно, ну, ни разу просто не видел, чтобы он играл на Дарксире. Недоверен, думаешь? Не то, что не доверят, но просто есть такие вот... Я, например, не люблю играть на некоторых героях, просто потому что не нравится что-то. Мне нравится, не получается и так далее. Да, да, да. Смотри, друид есть в пике. Даже интересно, вот, не, ну, тут как бы друид уже никуда не лезет. Нет, почему? Фуру в леса, хотя, фуру в леса Дарксире на месте. Ну, вообще, медведя можно даже в центр было бы отправить. То есть, иногда такое демонстрируют. Медведь силен как бы тоже в центре. Как бы два героя получается стоит против тебя так, по сути. Смотри, ай, жалко, но Тайтхантер забанили Воида. Очень жалко. Я бы хотел посмотреть на этого героя. Я же говорю, что там Воид так входил бы нормально во всю тему. Ну, ЕГЭ, конечно, те еще извращенцы. Сейчас можно ожидать от них чего угодно. Ну, в плане последнего персонажа Кэрри. Ну, вот мы, собственно, и узнали, кто у гениев пойдет в Соло Мид. Точно будет Инвокер. Ну, Магнус, наверное, на Харт. Демон вообще отличный игрок. Помню, как раньше демоны еще там, грубо говоря, обсирали, да, что он там, там был, вроде, он с кем-то играл, Демент, по-моему, и Демон. Вот, они были таких два фидера. Они постоянно фидели, их все унижали. А вот сейчас он очень поднялся, вот этот парень. Вообще, отыгрывает великолепно. Насчет Джея на Инвокере. Джея, во-первых, на Инвокере довольно неплохо, а во-вторых, это соло-мид команды ЕДЖИ, поэтому предположительно, что именно он будет играть на Инвокере и, скорее всего, пойдет в центр. Посмотри, МТХ забирает Лешего. Ну, такие какие-то читаемые пики, скажем, под Свена Лешего взять. Ну, сам Бог велел. Ну, я даже не знаю, хочется мне третью игру или нет. Я, как бы, болею, наверное, больше за Молтед Хантер, но третью игру, смотрите, у меня сил категорически нет. Аналогично, братишка, так что хотелось бы, чтобы все-таки все закончилось красиво, но в пользу ИДЖИ, да? Да. Так, Вика уходит спать. 2-0 я спать, не благодари. Ну, это не профессионально, ребят, так, и не спортивно. Так комментировать, конечно, но это правда, горькая правда, потому что из-за очень плохой организации финалов, конкретно финалов, у меня нету претензий к админам DreamHack, они хорошо провели вот вступление, да, вот среднюю часть турнира, там, плей-офф, группы, все было вроде бы неплохо, и обновлялась информация, и не задерживалась практически, но тем не менее, тем не менее, финалы турнира подкачали, и подкачали очень даже серьезно, потому что, что это такое, одна игра в 23.30, другая в 2.30, что это вообще за бред? Ну, уже, да, NetPaint спрашивает по поводу счета в текущем матче, сейчас со счетом 1-0 ведут TG, потому что они в 11.30, которая была игра, в 23.30, если быть точнее, они одолели своих соперников, причем одолели довольно легко. Ну, я, честно, не думаю, что, когда я там вернусь со своих похождений, финал Dreamhack еще будет идти, неожиданно, просто. Опа, шаг, Ну, такой какой-то пик, я не знаю, странный, но вот Tate Hunter, но вот если все сработает, может прокатить очень даже, потому что там под в Талимске Shadow Demon просто вообще будет отрыт просто все, но круг там. Shadow Demon с Лешем, со Свеном, но это такая трипла, видишь, то есть очевидно похоже, что хотя вот опять-таки кто же у НТХ пойдет Суламит, это все равно мне кажется вон открытый. Бутдог сейчас пойдет на низ, на легкую линию, а эти парни пойдут на трипл, а Darkseer в низ. Ну, потому что если Фурен пойдет наверх, его там обоссут, грубо говоря, ну, я просто уверен, это, ну, как бы, Фурен это не тот герой, который там сможет убежать. Ну, я так предполагаю, все-таки хардлайн у EG это Магнус, да? Да, да, ну, демон в данном случае. Вот, ну, и смотри, побежали. Ладно, все, все, все началось, ребята, все понеслось. Смотри, на первом левеле инвокер прокачивает квас. Это ему в драке, если она будет, да, вот здесь вот, на первом левеле. не поможет. Никак не поможет. Был бы экзорд, смог бы накидать. И них бы качает и долонов, тоже, что немаловажно. И, тем не менее, ребята идут драться в леса. Вот это может, кстати, быть очень большой ошибкой. Потому что сейчас с No Tate Hunter им просто порвут лица. На первом левеле полностью с тобой согласен, потому что у них очень много станов, у них и Ion Shell, которым на первом левеле будет очень много урона наносить, как мы понимаем, да? Ой, Крофет был убит Рошаном. Что за трэш? Не понял. А смотри, 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 они заманивают их, походу. Смотри, смотри, это байт. Сейчас эти туда пойдут, а эти, а они их словят. Смотри, смотри. Ой, да ладно, слушай, в натуре и фуры взлетит телепортом? Хорош. Вот это ребята развели. Вот это ребята развели. И зажимают еще в дизайн. Ну давайте. Великолепно просто. Вообще. Согласись. Задумка просто потрясная. Царская, царская задумка. Согласен. Я сначала не понял, что мы потом, когда эти парни так туда резко пошли, все стало ясно. Все пошло по плану, скажем так, да? Да. Ну, видишь, как я сказал, фурион пойдет в легкую. Эти ребяточки идут на хард. Ну, а Darkseer в миде. Если четыре, наверное, отыгрывают лучший свой турнир. Кстати. Классно играет. Кстати говоря, EG тоже просчитали этот момент, поэтому на харду отправили Магнуса, ну, как бы на легкую линию против триплы стоять Магнусом. Вот. А сами Джаггера отправили на топ против Адмирал Бульдога. И по идее, по идее, все нормально. Ну, да, Магнусу в принципе легко, мне кажется, будет уйти отсюда. Но дело в том, что если он не успеет прожать третий скил, то его тоже разорвут достаточно быстро. Как только что, Демена особенно боятся в Тараске. Очень быстро отобивать. Сколько там на первом левеле? 20% дополнительного дамага. Не приятно. И, блин, вот этот момент с Рошаном до сих пор у меня в памяти останется надолго. Реально классно. Я бы, конечно, крикнул, но просто я настолько сонный, что мне не получится. Так, смотри, подбежали. ИДЖИ вот спугнули Адмирал Бульдога. Сейчас он делает... Мидиганг. Сейчас будет инвокер. Да, вот это ты вовремя заметил. У инвокера колд снэп, но там видно было, видимо, он что-то знал, да, то, что идут его гангать. Тем временем у Магнуса есть немножко небольшая возможность пофармить здесь на боте, да. Пока нету вот этих вот гангеров. Слушай, инвокер тут еще и ноги руками накидывает. Правда, принимается к атаке Т1 вышки. Вот крайне агрессивно сейчас разыгрывается. Тратят НТХ Глиф, тоже тратят Глиф и ИДЖИ, но, по-моему, первую вышку снесут все-таки американцы, как мне кажется. что у Лешего? У Лешего стан вкачен. Доломали. И Эфир получает фарм с первой вышки. То есть у него сейчас уже тут 750 голды на второй минуте. Дарксира там что-то напихал на Умокер тут конкретно. Он отхиливается флаской и убегает. Ну и Дарксир как на так по Крепстату лидирует конкретно. Вроде как бы стоит против Рейнджевика. Ну, я имею в виду, что Умокера в принципе не должен был быть такой плохой Крепстат, ну. Ну, тут, наверное, делай не кунбокер, потому что Дарксира денаев нету особо. Просто, наверное, не повезло. По-моему, Эджи собрались устроить пуш. Да, 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 да. Так и будет. А у них хорошая стратегия для пуша вот с Вардом, с Эдалонами согласись. Странно, что Вингу еще ну, Винга ауру не качнула. Видимо, не хочет рисковать настолько много. Сын, Дарксир иллюзии там нагнетает. Ну, квасового инвокера, конечно, очень тяжело накоцать, потому что у него включенного кваса очень неплохой регент по ХП, да? Снизу Сол Кетчер зацепил демона. Мейтничил, конечно, чтобы демон тоже с ним в корзун в башне. А Фурион ничего не может, понимаешь, да? Да, в этом моменте согласен, то есть он тут мало какую опасность представляет для команды Эйджи. Тут можно хоть до Т3 идти, грубо говоря. Если никто мешать не будет, А навряд никто-то мешать будет. У них перефарм просто огромный сейчас там. Ну, не то, чтобы огромный, но по деньгам конкретно. На такой минуте сейчас еще смотри Джаггер. Опа, загинаем. Пусти. Там Вингас там дала. Собрались. НТХ, похоже, Дефит топ. Ну, вот видишь, не, вот сейчас, по-моему, НТХ очень сильно проигрывают. Посмотри, что на боте происходит. Демон там свободно фармит. На центре карты инвокер тоже, который фармит. А вот эти вот гангеры бегают, пытаются кого-то цепануть у них не получается. Адмирал Бульдог. Ну, вот сейчас под Т3 вышкой на четвертой с половиной минуте стоит под Т3 вышкой. Такое не так часто увидишь, конечно. Теперь пиде постоянно сюда возвращаться, дефать. По крайней мере, Майлка можно убить. Опа. Это кого-то. Майлка, да, зажали. Я заметил. Я заметил, показал. там скинули дисрапшн, станы, и все, как всегда, умер парень. СВЕНа ПТ-шка появляется. ПТ-шка и почти полный стик. Помоги. Но вот остальные члены команды Noated Hunter бомжуют. Почему так основательно? Ну, кроме дараксирования поста. Он что, все купил, Суэл ринг. На центр также подходит и леший. Как ты, кстати, относишься к вот этим новым вардам? Я не знаю, меня они лично как-то где-то ориентируют. Я имею в виду, ну да, я тоже согласен, что вроде там ставят вард, и там не сразу понимаешь, ты, конечно, что это за вард? Центре или не центре, да, ты к этому? Ну, я имею в виду, я, например, просто путаюсь. Когда, например, в зрителях сижу, фиг поймешь, послушается за вард. Вот стоит вот красный этот вард линей в лесу. Вот меня он вечно путает просто. Вот, они поставили обычный вард, и вот что это. Опа, прячу этот линей на линей. Должно сейчас попасть станом, но, по-моему, у Венгея не удастся уйти, она, правда, четко скидывает стан в СВене, чтобы не получить таргет сразу же, но, все равно, жизнь эта не продлевает ей не так долго. Отвил, как ей лицо разбило со стадом. Да, да. Такой демаг, что вообще соус и черепа, братишка. Террибл, террибл. И Нокер же с фузами, а Магнус с Аркан бутсами. И Джаггер тоже имеет фузы. Ну, что я могу сказать? Ну, это будет долгая игра. Я думаю, вот что, можно отметить. Ну, долгое и недолгое, но просто сейчас вот ИДЖи чуть почаще умирали, но все равно у них как-то позиция кажется в данном матче на линии лучше, чем у их соперников. Дело в том, что если они сейчас не продолжат этот пуш, то они потеряют очень многое. Во-первых, на верхней линии она будет свободная для фарма, во-вторых, они сейчас проигрывают по опыту, ну, как проигрывают. Сейчас по графикам они лидируют на 250, да, но двух ТВРов уже команда соперников не имеет. У ИДЖи же эти ТВРа еще есть, то есть их потом можно снести и заработать в принципе неплохие деньги. А сейчас они вот, пропушив эти ТВРа, они заработали какие-то деньги и они просто с ними стоят. То есть вот Фейзы, да, те же, допустим, Арканы, они никак не реализуются. Правильно говоришь? Надо стараться в ближайшее время какую-то борьбу навязать. А видишь, Магнус уже как бы 38 крипов имеет, вот его оставили там на пару минут и все. Уже есть Арканы и 800 голды уже есть и много чего. Ну, это как такой вот другая сторона вопроса, скажем, да? приятное дополнение к Джиггернауту. Который тоже соберет Battle Fury и будет критовать, да? Также еще и блокер есть. Ну, да, вообще такой АОЕ потенциал опять и Black Hole так-то у них тоже есть. Все продумано. Чувствуешь сейчас вот эти... Да, да, я уже чувствую какие страты там могут... Ну, комбы, точнее, не страты, комбы какие-то могут быть. Если хоть одна из них прокатит, это уже будет фатага. Тут хватит комбы, допустим, Магнус и раскрутка Джаггера, да? А если там еще что-то будет а-ля EMP инвокера, то... ой. Майлк, что-то мека. Нету еще пока. Летят ворды. НТХ там, смотри, Ancient of стакают стакают Ну, кстати, в первой игре я там наблюдал такую штуку, что кто-то из команд точно не помнит на стакле лэмшен, да? А потом противоположная команда пришла их из-за фармировки. да, да, это была первая карта, кажется. Там со Сленом кто был? Какая команда? Какого? Ой, смотри, смотри, сверху. По-моему, сцепляют лодом тиммейт Джаггер Ильтут Вин Гаста набивает его просто. Все ульты потратили одного Свена, но убили. Еще и что-то инвокер там прилетел тоже скастил. Нет, по-моему, Свен был у команды ИДЖИ.